Здравствуйте! В эфире программа «Природа жизни». Ее ведущие Олег Давидович и Тамара Гусева. Здравствуйте! Сегодня у нас в студии замечательный гость, профессор, заведующий кафедрой медицины катастроф в медико-стоматологическом университете имени Евдокимова Ерыгин Николай Владимирович. Николай Владимирович, здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам в студию. Наша программа посвящена традиционной китайской медицине и все, что с этим связано. Разумеется, с европейской медициной вы прекрасно знакомы. Скажите, пожалуйста, приходилось ли вам сталкиваться с методами китайской традиционной медицины в своей работе? Методы китайской традиционной медицины все больше и больше входят в нашу медицинскую жизнь, в методы лечения. Сейчас открывается большое количество различного рода центров, в которых занимаются традиционной китайской медициной. И, безусловно, такие методы, как мануальная терапия, иглорефлексотерапия, они уже становятся практически обычными в клиниках нашей страны. Клиника природы жизни и кафедра медицины «Катастроф» начинают сотрудничество по научным исследованиям. Расскажите, как вы оцениваете возможности китайской медицины в этой области? И какие перспективы вы видите по части сотрудничества? Мы знаем о том, что в Китайской республике существуют два вида медицины. И они прекрасно существуют совместно. Это традиционная европейская медицина, которую можно так назвать, и также, естественно, традиционная китайская медицина. И они существуют вместе, они не мешают друг другу, а только друг друга дополняют. Поэтому, если такой симбиоз нам удастся достигнуть в России, то, я думаю, что будут хорошие результаты. Тем более, что мы знаем о том, что уже китайская медицина плотно входит в медицину отечественную, и уже появились и специальности, которые аккредитуются. Это мануальная терапия, иглорефлексотерапия. И в ближайшем будущем мы надеемся, что научные результаты, и те результаты, которые дает эта медицина, приведет к тому, что появятся не только лечебные специальности такие, но и научные. – Николай Владимирович, Вы сказали, что в Китае эти две дисциплины, скажем так, они удачно сосуществуют. А скажите, пожалуйста, в чем общее и в чем различие, в чем они друг друга дополняют? – Дополняют они друг друга как последовательность подходов к той или иной терапии. Ну, например, мы берем любое практическое заболевание. Ясно, что есть методы, которые… Есть методы консервативные, есть методы оперативные. Это для общепринятой медицины. Вот консервативные методы, они позволяют, существующие в современной медицине, они позволяют лечить или компенсировать заболевание и улучшить качество жизни или излечить на ранних стадиях ту или иную болезнь. Оперативные больше уже делают таким образом, что исцеляют и спасают жизнь в тех ситуациях, когда уже болезнь прошла до определенной стадии. Я правильно понимаю, что если пациент дисциплинированный, и он приходит к врачу на ранних стадиях, то, соответственно, ему вполне подойдет традиционный метод китайской медицины. А если он уже запустил свое заболевание, то, как говорится, уже резать – это традиционно европейское. Вы правильно это поняли? Консервативная, она есть и в традиционной европейской медицине. Но, безусловно, китайская медицина, она дополняет европейскую. И шансов на то, что не произойдет операции, что хорошо, это дает больше шансов на это. Вот есть такой на Востоке закон Бушидо, закон война, скажем так, или путь война переводится. Ну-ка, расскажите. Вот там говорится о том, что самый хороший бой – это тот, который удалось избежать. Или победили мы в результате того, что нам удалось тот или иной бой избежать, избежать схватку. Так вот, самая хорошая операция – это та, которую удалось избежать. И чем больше методов, которые нам позволяют человека увести от операции и сделать таким образом, чтобы болезнь отступила до оперативного вмешательства и не приступить, это гораздо лучше и лучше. Это прекрасно. Потому что любая операция – могут быть и осложнения, и еще какие-то там аспекты. И, естественно, это разрез, это травма, это наркоз. Наркоз влияет тоже определенным образом на те органы и системы. Поэтому, чем больше у нас методов и методы традиционной китайской медицины дополняют или иногда даже бывают первостепенными для того, чтобы компенсировать заболевание или исцелить его и не довести до крайней ситуации. Вы много рассказывали про операции. И дело в том, что у нас в России, как говорится, люди привыкли все затягивать до последнего. И, как правило, много пациентов, имея возможность избежать этого, как вы говорите, боя, тем не менее, все-таки вынуждены ложиться под нож хирурга. А вот когда операция состоялась, то дальше уже после этого это все-таки консервативные методы и китайской медицины, или европейские, или они как-то вместе, то есть в реабилитационный период. Как это все лучше должно происходить? Если можно, я вначале с наших уважаемых граждан, которые затягивают. Вот философы Востока, опять же, они говорят таким образом. Есть треугольник. Это врач, это болезнь и это больной. Вот врач, он борется с болезнью. Болезнь борется с врачом для того, чтобы победить. Остается вопрос, на чьей стороне находится больной. Если он находится на стороне врача, то они вдвоем, скорее всего, победят болезнь. Если же больной находится на стороне болезни, ее холит или леет, то, скорее всего, ни один врач не сможет ему помочь. Вот в этом и находится тот момент, почему затягивают. Да, у нас много дел, да, мы бегаем, мы стремимся решать какие-то вопросы и так далее, и забываем о своем здоровье. Но насколько больше вопросов мы могли бы решить, если бы наше здоровье было бы лучше? Если бы мы за ним следили. И поэтому вот здесь каждый человек, он должен принять решение. Он на стороне здоровья, и поэтому следит за собой, если какой-то возникает вопрос, он начинает этим заниматься. Или же он на стороне своих каких-то привычек, своих каких-то убеждений, да, непонятных, которые ведут, наоборот, к болезни. Ну, например, курение. Все знают, что курение вредит, да. Но курильщик, заядлый курильщик, не бросит курение, да. Даже если он хочет, или как бы скажет, о, бросить курить это просто, я там 25 раз бросал, да. Как говорит Марк Фронт, да, бросить курить это просто, я сам бросал, да. Да, 25 раз, да. Вот, поэтому это вот здесь как бы такой вопрос. Естественно, когда уже произошла операция, человеку нужно восстановиться после нее. Вот почему и операцию, как бы мы говорим о том, что надо стараться избежать. Потому что любая операция, она наносит вот эту вот травму, о которой я говорил. И после любой операции идет период восстановления. После многих операций период восстановления занимает колоссальное количество времени. Полгода, иногда год, а иногда и несколько лет. Поэтому здесь необходимо, и безусловно, это не последовательность операций, да. Хотя иногда и это приходится делать. А это именно последовательность оперативных, не оперативных, а консервативных методов лечения. В том числе и традиционно китайской медицины, которые позволяют восстановить состояние пациента и привести его к нормальному образу жизни. Николай Владимирович, вы привели сейчас очень интересную информацию. Скажите, пожалуйста, вот по вашим наблюдениям, как вы считаете, вот сколько людей на данный момент готовы принять то, что болезнь нужно предотвращать, а не уже бороться с ее последствиями, когда она уже возникла? Я могу сказать о том, что, и это очень радостно, что в современных городах все больше и больше людей начинают обращаться к спорту. Это уже хорошо. Если раньше, я не имею в виду советское время, потому что там абсолютно шла другая система, она имела свои плюсы, имела свои минусы. И, кстати, очень хорошо, что наше сейчас здравоохранение начинает брать те плюсы, которые там были. Это диспансеризация различного, обследование и так далее. Нормы ГТО. Нормы ГТО вернулись, да, это тоже очень радостно. Мы в свое время сдавали, это было прекрасно. Вот у меня серебряный значок был, поэтому мы получали. Замечательно. Да, так вот, и к этому начинают возвращаться. Это профилактика. Это уже те шаги, которые позволяют нам контролировать состояние и избегать этих операций, выхватывая заболевания на ранней стадии. Точно так же мы видим, какое обширно уже начинают развиваться фитнес-центры. Сейчас стало немодным, когда на работе ставят бутылку на стол, наливают рюмочки, выпивают, огромное застолье, там особенно в конце рабочего дня или в конце недели. Если раньше это часто встречалось и в бизнесе встречалось, а уж среди советских партийных работников это вообще довольно часто случалось, то сейчас это все отодвигается все дальше и дальше, и практически этого не видно. В современном бизнесе приходишь и не видишь, чтобы, например, генеральный директор бы сказал, а, ну, за знакомство, Николай Владимирович, бутылочку достали, сели, да. Это опять хорошо. Курение. Да, сейчас мы с вами видим о том, что люди, да, там в кафе не курят, в барах не курят. Ну, им просто запретили. Им запретили, им запретили. Они кучкуются у входов. Да, но в то же время, в то же время мы видим, что у курильщиков, которые раньше спокойно доставали сигареты и начинали курить, начинает формироваться некое правило жизни. Да, он уже понимает о том, что вот если остановка и там большое количество людей, он начинает ходить в сторону. Да, если там, скажем, ему захотелось в самолетах, да, раньше были курящие места, теперь уже курящих нету, и, естественно, большинство людей все-таки терпят и 10 часов, и 12 часов, если надо лететь. То есть испытывают некие неудобства. Они испытывают некие неудобства, но они понимают, почему это происходит. Вот разговариваешь с курильщиком, иногда даже друг друга они осуждают, если там кто-то достал сигарету не там, где это можно, да? То есть вот приходится встречать такие даже вещи. Николай Владимирович, давайте я вас сейчас остановлю ненадолго. Мы с вами в первой части программы поговорили о здоровом образе жизни, и я вижу, с каким жаром вы говорите и верите в то, что идут позитивные изменения в обществе. Но во второй части программы мы все-таки вернемся к медицине, поговорим о том, с чем идут больные, как говорится, удается ли их остановить до операции или нет. Дорогие друзья, рекламная пауза. Здравствуйте. С вами снова программа «Природа жизни» и ее ведущие Тамара Гусева и Олег Давидович. Здравствуйте. Напоминаю, что у нас в студии профессор, заведующий кафедрой медицины и катастроф Государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Ерыгин Николай Владимирович. Николай Владимирович, давайте вернемся к тому вопросу, который задал Олег. Скажите, пожалуйста, чаще всего с какими заболеваниями на сегодня обращаются пациенты? Моя основная специальность это травматология и ортопедия. Поэтому, естественно, на приемах, на те лица, которые ко мне обращаются, наибольшее количество людей, которые с повреждением или заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Хотя опорно-двигательный аппарат, он, вот здесь я, может быть, даже несколько так отойду от вопроса, да, он имеет довольно важное значение вообще во всем организме, да, он практически, практически, мы можем сказать, что это остов человека. То есть, Николай Владимирович, мы говорим сейчас о скелете, о мышцах и суставах, правильно? Мы сейчас говорим о, ну так, о костной системе, да, о костях, о суставах, потому что как раз именно кости к ним начинают крепиться, связки, сухожилия, через них мышцы, через различного рода связки прикрепляются все остальные органы, и все крепится к вот этому остову, костно-суставному, скажем так. Состоящему из костей и суставов, да? Заболевания офисных работников от длительного сидения сюда тоже относятся? Заболевания спины, поясницы? Вот, смотрите. И водитель, извините, я дополню, от длительного стояния в пробках. Да, здесь есть очень интересный момент. Вот если к позвоночнику идет крепление напрямую или опосредованно тех или иных органов, а мы с вами сидим неправильно, да, или мы с вами как-то развернулись, или да, или позвонок сместился, да, тем или иным образом, он за собой тянет сразу натяжение одной связки и, например, расслабление другой. Расслабление связки один из органов, тот или иной, неважно какой, да, условно, начнет опускаться, а с другой стороны может подтянуться. Естественно, это отражается на их функции, на их работе, этих органов. Поэтому совершенно справедливо, что для того, чтобы орган начал работать, да, более правильно, он должен располагаться правильно. И, соответственно, повернув этот позвонок в обратную сторону, мы восстанавливаем органы и системы в правильное положение, позволяя им правильно работать. Ясно, например, ну, самый простой такой пример, что если человек вот сел вот так, да, у него диафрагма поджала легкие, дышать ему стало тяжелее, и, соответственно, кислорода поступает меньше, там, ну, и так далее, и так далее. И это наблюдается у людей сутулых, да, с различной родной позвоночника, патологией позвоночника и так далее. Если же он ходит прямо, да, с гордой осанкой, то, соответственно, у него выпрямлены все мышцы, он дышит красиво. И вот это как раз и есть иллюстрация той философии, о которой Николай Владимирович говорил ранее, что при правильном образе жизни, при правильном отношении к себе, к своему здоровью, проблем будет меньше. Безусловно. Поэтому, когда, если мы вернемся, да, к следующему вопросу о том, кто чаще обращается, да, ну, вот у травматолога-гортопеда есть сезонность, да, так называемый. Новый год. Интересно. Новый год, зима, вот гололед у нас был недавно, да. Ясно, что количество лиц, получивших переломы голеностолбного сустава, шейки бедра, там, ну, кто на что упал. В верхней конечности, да. Он возрос, да, вот в этот период. Например, летом переломов, вот характерных для зимы, нету. Но есть другие характерные вещи. Это, например, очень много граждан наших едут на дачу. И на даче мы поднимаем тяжести, а поднимаем мы их далеко не всегда так, как это нужно делать. То есть, получается, как в рекламе такой, а вот эти, да, повреждения. Именно так, да. И, соответственно, возникает боль, возникает недомогание, с которым идет человек к врачу. Он приходит к врачу. Изначально, пока вот мне, например, не приходилось общаться, вот, ну, больше внимания обращать к китайской медицине, мы давали противовоспалительные препараты обезболивающие, да, которые через какое-то время, не сразу, начинали снимать, ну, снимали боль, начинали убирать эту боль постоянно. А сейчас иголки? Вот. Нет. Сейчас можно подойти к ситуации вообще с другой стороны, да. Есть некоторые методики, на которые мы раньше, мы их знали, как врачи. Ну, например, банки, да. Банки? Банки, да. Горчичники, банки, да, вот эти методы. Мы их ставили там при заболевании легких, это еще с института нас этому обучали всему, да, и так далее. Я помню, да, мне в детстве тоже ставили. В институте обучают ставить, как ставить банки? И в среднее образование медсестры умеют ставить банки, это часть. Хорошо, что не потерян институт постановки банок, сейчас это становится снова актуальным. Кстати, в китайской медицине такой же метод есть, да? Да, разумеется, но кто учит бабушек ставить банки? Мы прервали, вернемся, Николай Владимирович. С советских времен банки ставили очень многие, и бабушки тоже. Более того, сейчас есть банки, которые не нужно, значит, подносить факел там и делать как-то и ставить. Самоприсасывающие? Банки, которые имеют тот же самый эффект, но для этого избегается вот этот вот огонь со спиртом там и так далее, которые могут привести к той или иной какой-то проблеме. Так вот, эти банки, вот мне, например, пришлось несколько раз при помощи банок, вот опять же, находились в университете, приходится работать и с бумагами, готовиться к различного рода проверкам. И, естественно, когда работаешь с компьютером, опять кто-то сидит неправильно, устает спина, происходит и возникает боль. Боль возникла, ставится банка, человек отлежал там где-то 10-15 минут, на следующий день у него эта боль уходит и все. Без таблеток? Без таблеток, без каких-то других вмешательств и так далее, так далее, так далее. Вроде бы ерунда, но она помогает, она действенна. И, к сожалению, многие врачи об этом еще пока не знают, но мы будем надеяться. И не применяют. И не применяют. Прямо напрашивается вопрос, а какие еще методы, ну, не знаю, народной медицины, русской или традиционной китайской медицины, могут помочь избежать приема препаратов и действительно так же быстро... Воздействуя на печень. Да, воздействуя на печень, да, и так же быстро помогать, как банки. Ну, есть большое количество методов, да, я не буду касаться там лечения медом, массажа, да, я не буду касаться, да, это как бы традиционно русский уже. Шоколадное обертывание. Шоколадное обертывание там и так далее, да. Хотя и в этом есть определенный позитив, потому что даже если та или иная методика не влияет непосредственно вот как бы на сам организм, да, но в любом случае человек пришел, он в это верит. А уже вера в тот или иной метод, как плацебо, да, как это говорят, он уже во многом помогает. Плюс ко всему мы с вами знаем, что когда ты находишься, там, принимаешь ванну с различными ароматизаторами и так далее, которые тоже положительно влияют на наше состояние и так далее, так далее, так далее. Да, поэтому здесь методик очень много и с ними один владеет одной методикой, другой другой методикой владеет, да, поэтому здесь даже так и не перечислишь всех методик, которые происходят, начиная от точечного массажа и банок и заканчивая вот мануальной терапией, галорефлексотерапией, там, герудотерапия при помощи пиявок, да, вот. — Николай Владимирович, я правильно понимаю, что вот все, что вы рассказали, это и русские народные методы, и методы китайской традиционной медицины, это все направлено на то, чтобы как можно меньше народу ложилось под нож хирурга. И вот сейчас это одна из основных ваших задач. Или есть еще какие-то? — Меня сейчас стало больше интересовать именно лечение различного рода заболеваний, хронических заболеваний, которые с одной стороны не поддаются хирургическому лечению, и с другой стороны они не компенсируются и не вылечиваются при помощи методов, которыми обладает современная медицина европейская. — А можете привести пример, какие конкретные заболевания не поддаются лечения методами европейской медицины? — Ну, к этим заболеваниям относится довольно большое количество заболеваний, например. — Ну, самые распространенные. — Самые распространенные различного рода тендовогениты, воспалительные реакции, это иногда артриты. Те, которые возникают на стадии, когда еще вроде бы оперировать рано и нету показаний основных, но в то же время все методы, которые проходят данный пациент, прошел современной европейской медицины, не помогли или не привели к компенсации этого заболевания. — Соответственно, мы должны расширить свой круг и перейти к тем методикам, которыми обладает мировая медицина и позволяет эти заболевания лечить или компенсировать их. — На мой взгляд, традиционная китайская медицина — это один из тех путей, которые нас могут привести к тому, чтобы помочь нам или помочь методам европейской медицины справляться с такого рода заболеванием. — В завершении хотелось бы задать вам вопрос, какими вы видите первые шаги сотрудничества со специалистами китайской традиционной медицины, которые приехали к нам в Россию, в Москву для совместной работы? — Мне интересно на основании доказательной медицины, на основании доказательств, каким образом работают те или иные методы. Именно показать это, обосновывая и показывая теми способами, которые мы имеем, диагностики и проверки, которые есть у нас в арсенале. — Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. В гостях у нас был Ерыгин Николай Владимирович. Вели программу Тамара Гусева и Олег Давидович. До свидания, до следующих встреч.